Уже и сами понимают, что можно закрыть здесь 2.0, а ты, как думаешь, Сейн, хватит сил на им? С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, Force тоже готовил риэншн, понимая, что наличие этой карты возможно в мапуле, и, соответственно, как и мне кажется, а Force даже Эншн неплохо в свое время играли. Я, правда, не помню, какой был состав на то время, но мне кажется, что молодые Force на Эншн тоже могут, в принципе, жестко стрелять, тем более, если играют за GTM. Выход на центре, сразу же уверенные 2 минуса, Electronic Beat упали, Na'Vi в меньшинстве, и вот такой пистолетный взять будет крайне сложно. Да, ситуация 3 в 5, единственные здесь на острие атаки это Перфекта. По идее, если Розал здесь будет топать, он его услышит, но тут и так уже пошел экшен. Задавить пока что не получается игрока команды Force, и у Na'Vi остается очень мало возможностей. В этом эпизоде нет гранат, 2 человека без арморов и только Симпл с пешечкой и легким бронежилетом. Джерри забирает никва, падает Симпл, Перфекта по итогу Соло против четверых. Было бы неплохо хотя бы поставить бомбу, но и этого не дают сделать игроки Force. Пистолетка взята, Na'Vi проигрывают, отдают первый и теперь вынуждены, конечно, играть с P250-ми деглами. Бомба, напомню, не стояла, соответственно, Na'Vi, скорее всего, не будут экономить, дабы покупать в третьем раунде. Скорее всего, именно сейчас мы увидим какие-нибудь интересные Force раунды. Да, ждем теки, ждем арморы, залет на базу А, скорее всего. Хотя бомба двигается в направлении точки Б. Ставка снова на выход под Middle от Na'Vi, но сейчас мы видим Force. Поменяли свою стратегию и действуют довольно аккуратно, только Джерри. Под Кейва, мы видим, наводит шороху, все остальные пока что сидят на своих позициях и дожидаются, куда же нанесут удар Na'Vi. Шалфей на бублике, контролирует центр. Мид заняли как минимум 2-3 игрока у Na'Vi, но пока не пошли до конца. Прячутся. Шалфей, кстати, Middle проверил, но интересно будет ли рисковать. Полетел у нас Смок на центре. Аккуратненько атака начинает выходить. Шалфей, кстати, поменял позицию, встал уже в нычке справа. Забрал бит на А, тем временем, Джерри в пристройке разбирает электроников. Упал все-таки от Симпла, но ХП довольно мало у Костелева. Бомба далеко под Б. Вдвоем сейчас... Ну, Na'Vi должны ждать, пока Ниппл просто подбежит на Т-спаун, заберет бомбу и, скорее всего, 3 игрока у Na'Vi пойдут в направлении базы Б. Здесь два оппонента. Зайти будет довольно трудно, только если какие-нибудь крутые хедшоты начнут залетать. Но без хедшотов, конечно, шансов практически не будет. Три игрока на рампе. Еще, наверное, 5-7 секунд подождут. Ну и ничего другого, как выйти, Na'Vi здесь не предложат. Ну, теоретически, дым на светлую, дым на темную. Молотов на позицию Крада все еще можно пробросить и как-нибудь постараться выйти. По этой рампе пошла. Мы видим раскидочка. Крад не горит. Зорт этим временем падает. И вот, вот как мы видим, грамотное использование гранат приносит команде Na'Vi как минимум бомбу, а возможно и победу. В втором раунде Шалфей в довольно простой позиции. Но, правда, распикать его особо некому. Шалфей сам бежит вперед под двух соперников и оставляет тиммейта на погибель. Na'Vi! Na'Vi выигрывает второй раунд. Вот так дела, конечно. Напомню, Симпл был красным в меньшинстве. Без каких-либо там уже гранат, в конце концов. Но не без ошибок от ребят из Форс. И, соответственно, на ровном месте придумывают себе серьезные проблемы. Ну, хотя там два смока лежало. И вот, собственно, эти смоки, они заставили ошибаться ребят из Форс. Все-таки стоило дождаться, пока смоки пройдут. И вместе вчетвером делать это выбивание. Ну и по итогу 1-1. У Na'Vi теперь полноценный бай. У Форс пистолет из армора. Попытаются ответить Форс каким-то креативным раундом. Есть двойной поджим через мейн. Пока что эту позицию абсолютно не использовали Na'Vi. Делали акцент на центре и на базе B. Ну и, кстати, этот раунд не становится исключением. Разве что Ниппл пока что чекает поджимы. Но основной акцент делают снова на точке B. Na'Vi. И Форс, наверное, попытается выйти даже на Терри Спаун. В каком-то среднем тайминге. Если удастся пройти Ниппла. Который, возможно, даже подозревает, что слева под стенкой кто-то есть. На то пал. Прыгает. И перестреливает Розалта. Первый минус за Na'Vi. В меньшинстве игроки защиты. Краду пал. Электроник сделал минус. Ситуация 3 в 5. Атака проверяет Плент А. Точнее, там это КТ Спаун. Но почему-то пошли в направлении базы B. Видимо, потому что Перфекта там с бомбой. Но, в принципе, как мне кажется, было бы неплохо как раз кинуть на точке А пойти. Дерри, по итогу, сумел забрать Симпла из ЦЗшки. Зорта остается в пристройке. Выход все равно на точку B. Na'Vi считает, что здесь никого нет. Ну и Зорта как раз-таки сейчас может прийти с рампы и тоже сделать какие-то минусы. Шалфейн на центре. Может найти сейчас Нипла. Нет, тот его перестреливает. Но и вот он Зорта. 1-4 с деглом. Шансов, конечно, крайне мало. Но один пошел. Перфекта упал. Бомба стоит, напомню. Зорта второй минус бит. Были бы дефузы раунд, можно было бы взять. Пикнул бомбу. Перестреливает все-таки его электроник. И счет становится 2-1. У Форс, друзья, нет денег. И выход на третий, скорее всего, от ребят с нами. Неплохо запотел Зорта. Показал нам два хедшота неплохих. Но, конечно, 1-4 такое не выигрывается. Напоминают нам про замечательный сайт под названием cover.gg. Мало того, что там матчи с быстрыми данными, так еще и огромное количество полезной статистики из мира CS GO. Так что заходите на cover.gg по баннеру в описании или прописывайте в адресной строке браузера cover.gg. И залетайте смотреть на полезные цифры. Симпл. Падает от Зорта. Погибает Резолт. Симпл еще один минус. Симпл Фей на размене. Но этого мало. Джерри последний 1-4. Играет с Юспиком на публике. Ну и, наверное, будет прятаться до конца. Может быть, кто-то в гости, само собой, к нему заглянет. Джерри тогда сделает килл и попробует засейвить. Он, кстати, улыбается, капитан Форс. Интересно, почему. Или мне кажется, что улыбается. Ну, может, может, кто-то что-то сказал ему там в TeamSpeak. Может, да. Что кто-то сейчас к нему придет, и он сможет зарезать. Но, судя по радару, никто к нему не придет. Пошел уже искать приключения Джерри. Сайвить нечего. USP Tactical без армора у Джерри. И, соответственно, спустя там секунд 20-30 раунд отправится в актив команды Na'Vi. Несмотря на проигранную пистолетку, взяли серию из трех раундов подряд. И останавливаться на этом Na'Vi не собираются. Ну, а я напомню, что на нашей трансляции доступны Faceit Drops. Все очень просто. Привязывай свой Faceit аккаунт по ссылке на баннере по трансляции. И смотри наш эфир ESL Pro League, чтобы получить поинты. Вижу, вот прямо сейчас открыл чат. Парочку людей зарядили по соточке Faceit Points. Джерри. В итоге Перфекта забирает капитана Форс. Ну и счет становится 3-1. Смотрим на деньги. 4 500 у Форс. В общем, не сладко. Без АВВ придется играть. Нечто похожее мы видели на оверпассе в первой половине. Только Na'Vi были в такой ситуации, когда Симпл, помните, долгое время не мог взять АВИК. И из-за этого, как мне кажется, тоже было отдано довольно много неприятных раундов. Фамасы, эмки, первая армора. И по откидке, если честно, тоже не все в порядке у ребят из Форс. Na'Vi играют под точкой А. Причем огромное количество флешек сразу накидывают. Судя по всему, это быстрый выход через мейн. Зорто сейчас готовится принимать техсмок. Его ловят на свече гранаты. Но нет, Зорто забирает Нипла. Переключился дальше на М-ку. Минус сбит. Какой-то несинхронный по итогу выход получился. Без флешки необходимой для Зорто. Симпл, правда, вышел, сделал килл. Но остается красным. 15 кп. Но, несмотря на это, 2 в 3 шансы остаются. Согласитесь, у ребят из Na'Vi. Симпла подсадили сверху над мейном. Перфекта, собственно, наверное, огневая мощь для Na'Vi сейчас в этом раунде. Бомбу было бы неплохо подобрать. Ну и понять, где же находятся оппоненты. То есть догадываются, наверное, что один где-то в храме. И ждут наверняка одного в бублике. Но там как раз-таки никого нет. 55 секунд, в принципе, можно вообще еще и на B попытаться отойти. Но вряд ли, скорее всего, попробуют просто расконтролить здесь все позиции. Симпл понимал, что в храме мог быть оппонент, но упал все-таки. Перфекта забирает Джерри. Заметил, кстати, еще одного. И понимал, что в храме рядом тоже соперник. Но ничего сделать не смог. Рада он не перестрелял. Счет 3-2. Фарзы берут раунд. Неплохая попытка все-таки от Перфекта. Но не хватило буквально еще одного попадания по краду. Все-таки слишком много проблем было у Na'Vi именно с первых секунд раунда. Вот этот выход из мейна. Съели первую флешку, съели вторую. И уже понимали, что разворачиваться смысла нет. Выходили просто по одному, по одному на эти дуэли. Ну и, конечно, позиционное преимущество в этом эпизоде было на стороне команды Force. Но они воспользовались этим преимуществом. Выиграли первый для себя закуп. Но этого мало, потому что у Na'Vi еще один бай. Симпл с АВП и играют теперь все-таки с акцентом на мидл. Na'Vi, я так понимаю, шелфей будет отступать. Скорее отдавая эту позицию под контроль команды атаки. Полетели гранатки на центр. Под эту флешечку пытается выйти Бит. Рядом с ним Симпл, у него АВП. Бит в итоге с УЗИ готовится прорывать бублик. Полетела флеша резальту в глаза. Но в итоге он в какой-то момент не был слепым. Но слеп потом от второй, судя по всему, флешки. И Симпл его разобрал. Или мне это как-то показалось. Но, во всяком случае, Na'Vi теперь в большинстве. Зорты, правда, мне кажется, Бит здесь не ждет. Хотя нет. Смотрел. Шелфей вышел на центр и забирает Бита. И вот почему-то размена-то не было больше. Na'Vi. Перетяжка Нипла под Бес бомбой. Ну а Перфекта будет пытаться замкнуть своих соперников, зайдя в спину. Ну, посмотрим, получится ли 30 секунд до конца. Пора действовать. Ой-ой-ой, тут Перфекта отвлекает на себя внимание. Тем временем Крат замечает бомбу. Только-только хелфа начала смещаться в направлении базы А после фейка Перфекта. Как была замечена бомба. И вот этот фактор становится ключевым. Потому что до конца раунда 20 секунд. Na'Vi рискует. Na'Vi пытается на последних секундах выскочить под базу А. Зорты отрабатывает по первому. По второму тоже есть. И это 10-9 секунд. Раунд для команды Форс. Перфекта последний. Попадает еще и на КТ. Могли его, конечно, забрать после таймера. Но нет. Соответственно, у Перфекта деньги кое-какие будут. Но в целом у Na'Vi экономический. Экономический счет 3-3. И придется играть с глоками. Неплохой в целом раунд до момента, когда Форс заметили бомбу. Они повелись на этот фейк Перфекта. Два из трех опорников начали свое движение через КТ-спаун на А. Но в эту же самую секунду была замечена бомба. И, соответственно, Форс уже поняли. Осознали, что это обман. И в итоге все было для них хорошо. На Na'Vi не ставили плент. Из-за этого доигрываю сейчас раунд на пистолетах. Тем самым отдавая команде Форс четвертый раунд. И отпуская их в небольшое преимущество. Джерри стоит у нас в пристроечке. Готовится откидывать смог. Убита 20 хп. Симпл подходит на рампу. Славил флеш. Джерри, кстати, под флешку, которую мы прокинули на рампу, выходит из пристройки, забирает Элика. И Na'Vi в меньшинстве. По одному пытается сыграть. Кто-то под B, кто-то под A. На центр сейчас бит пытается выйти блоком. Но шансов, конечно, немного. А вот Джерри непонятно зачем пошел на рампу. Симпл к этому готов. Причем обычно под хорошую флешку рампу чекают. Но тут этого не было. И Симпл, конечно, продемонстрировал мастер-класс из Дезерта. Но все равно шансов не очень много у ребят в ставе. Шалфей. Неплохая реализация АК на центре. Сразу же трипл килл. Нипл последний 1-4. Бомбы нет. Ну и, соответственно, поставить бомбу Нипл не сможет. Очень-очень уверенно чувствует себя Шалфей. На карте Эншент именно он ответственный за мидл у коллектива Форс. И сейчас, если вы обратили внимание, находясь в кармане без хилпы, он все-таки умудрился сделать три фрага. И после этого, конечно, четвертого добрал. Но в целом на стрельбе, на размене его там могли и убить. Но Шалфей очень-очень плотно попал. Соответственно, как мы и ожидали, четвертый раунд для Форс. И теперь у нами первый тактический тайм-аут. Денег 3-400-4 тысячи. Будет бай, будут калаши-гранаты. Но максимально интересно, куда же они пойдут. Будут ли они драться за центр карты? Или все-таки поработают больше с флангов? Ждем продолжения этой встречи. Предложил, скорее всего, Блэйд своим подопечным какой-нибудь интересный раунд. Посмотрим, смогут ли Na'Vi его реализовать. Любим из деньгами сейчас могут начаться на самом деле серьезные у Na'Vi. Особенно, если они не затащат два подряд. То есть на карте Диффенс, а Диффенс за счет экономики начнет уходить далеко вперед. И поломать эту экономическую составляющую с каждым раундом будет все сложнее и сложнее. Поэтому, конечно же, Na'Vi нужно именно сейчас брать два раунда подряд. Во-первых, смогут повезти в счете. Ну и плюс поломать денежную систему ребят из Форс. Мидл пытается аккуратно занять снова Na'Vi. Бомбу пока оставили на Т-спауне. Ну и что-то похожее мы уже видели в этом матче. Когда, в принципе, Na'Vi на центр не торопятся. Но со временем его занимают. Ну и потом спробуют, в принципе, сплетануть тот или иной Плэнд. В этом смысле пока что все неплохо. Мы посмотрим, как же ответят Форзы. Ну здесь такой импровизированный перекрестный огонь должен был получиться. Но шалфея закрыли. Причем это, по-моему, судя по радару, дым от защиты. Результат. Так себе позиция. Да, электрониково перепикивая. Здесь же второй игрок. Но это был второй игрок команды Na'Vi, который перестреливает Джерри. Крад остается уже практически в окружении. Два человека под базой Б на рампе. Двойка на катериспауне. И с большой долей вероятности текущий раунд закончится просто сейвом. От защиты провал в центре. Ну и Na'Vi очень грамотно воспользовались вот этой пустой зоной. Заняли мидл. Окружили базу Б. Ну и вот он раунд. Как по нотам разыгранный. Даже никого еще Na'Vi не потеряли. Бомба стоит. Все здорово складывается для Na'Vi как минимум в этом раунде. Наконец-таки удается им расконтролить центр и не дать фарзам перезанять. Вот как раз-таки на радаре видно, где Na'Vi сделали киллы. И тут уже фарзы сыграли, как мне кажется, однотипно. Потому что мы уже видели подобное выбивание. Сейчас, секунду. Они теперь пытаются... Na'Vi пытается сделать гублик. У них удается сделать килл. Шалфей упал. Не знаю, засейвит А'Vi или нет. Симпл минус. Нипл минус. Ну а перфект, скорее всего, пробует засейвить. Ну, кстати, у Na'Vi у самих экономика очень плохая. Если честно, это была ошибка. То есть Na'Vi, высчитывая деньги соперника, должны были прекрасно понять, что вне зависимости от того, отстрелишь ты или не отстрелишь, у соперника там должен быть бай. А бай у них как-то не есть. А вот у рожденных, подтверждать, на самом-то деле, по нулям. И только перфекта сейчас один, кто засейвил АК. И он, собственно, потратит деньги, даст дроп. Так вот, возвращаясь к анализу прошлого раунда. Фор снова попытались принять Na'Vi, скажем так, в момент их прохода на центре. Но Na'Vi были к этому готовы. Поэтому все-таки, наверное, надо было выбирать какой-то более пассивный диффенс. Тем временем Симпл пытался влететь в пристройку. Плюс моментально Джерри среагировал, разобрал как одного, так и второго. Падает капитан Na'Vi и рожденные побеждать в меньшинстве. Ну вот эти стартовые секунды зачастую становятся ключевыми для судьбы раунда. Или в центре там все хорошо у команды Force, или все хорошо у Na'Vi. Ну вот сейчас индивидуально очень круто сыграл Джерри. Несмотря на коктейль Молотова, который пробросили Na'Vi, все-таки на приемке позиции оказался именно капитан. Коллектива Force, соответственно, пространство вариантов для нападения очень сильно сузилось. Просто под раскидку будет попытка выхода на B. Один такой раунд они уже выиграли. Если вы помните, тогда были пистолеты. Ну и вот сейчас два калаша и Галил, дым направо, дым налево. Попытаются снова Na'Vi выйти, хотя битс, да, полубоком был. Джерри становится героем для своей команды. Крад. С эммочкой отходит назад. Три игрока на точке B. Перфекта стоит на банане. Ниппл рядом. Три секунды конца. Наверное, даже и сейвить можно было 2-5, но Na'Vi этого не сделали. В итоге 5-4. Снова выход вперед от ребят из Force. Пистолеты на руках и Na'Vi. И только Симпл может взять Диггл. Ну и плюс АВИ уже, наверное, видим в следующем раунде. Хотя Симпл также и САК может поиграть в соло. И такое бывает. Ну и, собственно, повтор ситуации, которая затащила пустарал. Не самый аккуратный врыв в пристройку. Джерри был готов. Все, в принципе, неплохо. Как для одних, так и для вторых. На'Vi, несмотря на то, что у них там не получается, все равно периодически берут раунды. А я напомню, на Эншенте, в принципе, 5-6 раундов порой хватает с головой. Поэтому ситуация не критическая для Nat Swincer. Ну вот довольно правильно наши эксперты в лайв-студии сказали, что у нас три карты, которые могут стать десайдером в Best of 3. То есть шансы и у тех, и у других. На Оверпассе, на Эншенте весьма неплохие. Ну, Инферно, сами понимаете. Там тоже все может повернуться в разные стороны. Так что такой довольно-таки активный, довольно яркий нам достался с тобой матч дебютный. И Na'Vi и Force стараются. И при этом Na'Vi снова нужно включаться, снова нужно догонять, переворачивать, удивлять, тащить раунды неочевидные. Что дарит нам еще больше крутых моментов. Электроник, Ниппл, 2 в 5. Элик падает на центре. Шелфей реализовал свою эмку. Ну и Ниппл соло против пятерых. И все-таки экономическую дуэль, экономическую складку Na'Vi проигрывают. 5 раундов остается до конца. У команды Force денег с каждым раундом все больше и больше. Ну и Na'Vi, опять же, если отталкиваться от того, что я уже рассказывал, хотя бы два подряд нужно брать, чтобы снова оставить там без денег. Но опять же, там Force уже будут сейвить, поэтому все тоже не так-то и просто. То есть у Force уже денег очень много, чуть ли не до конца игры. Хотя, на самом-то деле, 5 девайсов и там сверху по 5-6 тысяч. Но на Эншенте даже такую экономику выйдет сложно. Эльмул этого под Элика, тиммейты потушили. Элик влетает на точку B, увидел на халке крадо, влетает Джерри из пристройки, серия разменов. И моментально у Na'Vi преимущество. Правда, Резольт забирает симпла. 2 в 2, однако бомба стоит. Но спалились. Резольт делал килл, снайпер простреливал пристройку. И, соответственно, ребята знают, где кто стоит. Остается еще коктейль Молотова. Как мы видим, убита. Перфекта под флешку начекал рампу. Но здесь нет вариантов у команды Форз идти только по одной позиции. Еще и в дым придется Форзам. Возможно, стоит задуматься о сейве. Много денег, но раунд в любом случае уже не спасти. Так что единственным логичным выходом из этой ситуации будет сейв. Ну а что касается Na'Vi, вот так вот прямолинейно 5 дрампа. Залетели, разменялись, поставили бомбу в довольно нетипичном для себя тайминге. На первых секундах зашли в точку. Ну и вот он результат. Раунд отправляется в актив команды Na'Vi. Важный раунд. Опять же, пятый. Счет 6-5 за атаку. Как я и говорил ранее, 5-6 раундов здесь может хватить. Ну и продолжаем смотреть игру. У команды Форз полноценный бай. АВП у Зорты. Сверху еще остаются деньги уже на следующий раунд. Поэтому для Na'Vi в плане экономики все сохраняется. На центре агрессивничает бит. Вышел под флешки и смоки своих тиммейтов. Занимает довольно агрессивную позицию. И его по итогу прочитал Шалфей, который сделал килл из-под бублика. Na'Vi в меньшинстве. Шалфей все там же. Na'Vi стоит под B. Simple просто играет на центре, контролирует спину. Ну и пока что Na'Vi думает, как теперь играть. Потому что, судя по всему, в этой тактике бит был очень важным звеном. Ну, сыграли довольно необычным для себя стилем Na'Vi. Во-первых, там и Simple играл Люркера под А, а не Perfecto, как это было в первых раундах. Ну и бит соло в центре. Это всегда риск, когда вы одного игрока отправляете на middle на любой карте. Тем более, мы видим у бита не самая лучшая статистика. 2 на 10. Видно, что в прямых перестрелках довольно тяжело справляться. Тем не менее, раунд 4 на 5 еще можно спасти. Na'Vi возвращаются к своим выходам под базу B. Снова мы видим, тут есть 3 дыма, 3 коктейля Молотова. Так что уже отработанный выход на базу B попытаются еще раз повторить Na'Vi. Джерри стоит на колонне. Полетела флешка. Зорте забирает Perfecto. Коктейль Молотова в пристройку. Коктейль близко на банане. Ситуация 3 в 5. Времени очень мало. Опять же, даже не знаю. 20 секунда. 3 в 5. Na'Vi действует. В итоге, не полупал. Электроник туда же. И Simple и Solo, естественно, сейвят. АК 47. 7-5. Мне удается Na'Vi закрепиться. Доминация, ну, судя по всему, команды Force продолжается. Инициатива постоянно в их руках. Какие-то одинокие раунды периодически Na'Vi берут. Именно этих раундов может и хватить. Но, опять же, многое зависит от пистолетки и того, как ты отыграешь второй и третий раунд. Тайм-аут. От рожденных побеждать. Снова включается Blade. Показывает нам камеру сзади. Здесь, наверное, все-таки нужно показывать большую глубину своих тактик. Больше разнообразия раундов. Был классный заход через центр на B, мы помним, от Na'Vi. Был фаст-выход на A через Main. Там, конечно, так толпой немного забуксовали. Но такая тактика присутствовала. И нужно все-таки немного отходить от этих выходов поздним таймингом на B. Потому что пока у нас сценарий примерно одинаковый. На центре Force выигрывают перестрелку. Или в кейве там Джерри кого-то убил. И после этого Na'Vi просто под раскидку выходят на красных секундах под B. Так, мы видим, уже не работает. Так что нужно что-то свеженькое предлагать. Раунд с одним калашом. И бегут все-таки воевать на центр. И по да. Довольно логичное решение от Blade. Посмотрим, сработает или нет. Perfecto на центре. Электроник упал. Perfecto тоже. Результ тем временем смотрит Main вместе с тиммейтов. Мы вместе с Шалфеем разваливают Beta, Simpla и NPL. Пока no chance, так сказать. Счет 8-5. Но, наверное, не рассчитывали на прошлый раунд. Сейчас мы видим уже 2 Галила. В общем, с деньгами там не все в порядке. В общем, на 10-5 могут выйти ребята из Force, если сейчас очень сильно постараются. Потому что Na'Vi плохой бай, но раскидка. А в следующем раунде денег не будет. Так, Зорта, что-то там на респе тайминговый дрим готовит. Нам показывают его довольно-таки долго. Оставили еще один смачок ему про запас. Судя по тому, что он один будет играть на базе А. Ну и Na'Vi фастует B. Неплохой тайминг, хотя Шалфеем успел среагировать. Моментальный размен. Джерри неподалеку, но отъезжает. Крат очень важно, как сыграет Perfecto в этом моменте. Еще и бомба на респе. Тут у нас очень-очень неординарный получается раунд. Хотя, преимущество все-таки, за Форс Perfecto в плент не вышел. NPL на центре. Есть примерное понимание у команды Na'Vi, где находятся их оппоненты. Но Форс тем временем выбирает самую стандартную схему на Ancient B, Center A. Но, опять же, помочь в таком случае друг другу ты не можешь. И если Na'Vi на любую из этих позиций выйдут и сделают первый энтри, то у них, конечно же, появляется неплохое преимущество. Но, с другой стороны, найти этого игрока на позиции еще нужно попытаться. Ну и, кстати, Резольт уходит сейчас через КТ-спаун поближе к тиммейту. И уже два игрока принимают точку B. Но, с другой стороны, видите, как-то слишком раскованно играет Резольт. И за это его могут наказать. NPL вместе с Perfecto. Раскидка с Маккана. В итоге на размене. NPL ставит бомбу. Джерри не палится. Ниппл загадывается. Ну, кстати, где-то здесь может находиться еще один игрок защиты. Но Джерри он по итогу не расконтролил. Бомба дефузится. Счет становится 9-5. Но, кстати, за счет бомбы у Na'Vi все-таки будет полноценный байк. Ну, видно, видно, что все-таки тяжеловато Na'Vi. Если по старту там еще были качелем, то как только Na'Vi проиграли эту экономическую войну, много раундов с Галилами, много раундов до 2К, какие-то пистолеты, деглы. Ну и вот уже до 15-го раунда так или иначе, все-таки нить игры удерживают в своих руках именно Форс. И сейчас задача сделать счет 10-5. Но Na'Vi снова с Галилами постараются завоевать стартовое преимущество. Коктейль Молотова. Самый стандартный откидывают ребята из Форс на рампе. Тем временем Симплу удалось забрать результа. Джерри остается в пристройке. Крат минус электроник. Перфекта на размене. Джерри. По нему есть даже инфа, не то что понимание. Но при этом он неплохо нашивает сейчас рампу. Перфекта просел. 2 ХП остается. Однако Форс в меньшинстве. Зорта. Кстати, сейчас Авика может очень много грязи наделать. Смотрим. Ой, промахнулся на ровном месте. Перфекта, будучи красным, справляется с вражеским снайпером. Ну и теперь ситуация, конечно же, попроще. Остается взять бомбу и вместе ударить в каком-то направлении. У Нави еще есть, кстати, коктейль молотова, флешка. Тут коктейль важнее, конечно, потому что при выходе на Б ты можешь отсекать ту или иную позицию. Шалфей сделал килл. Не знаю, спалился ли второй. Судя по всему, да. Нави довольно быстро начинает заходить на Б. Хотя все-таки ждут кое-кого здесь. Поэтому, наверное, не понимали они, что Джерри тоже находился на центре в этот момент. А Джерри, кстати, может сейчас забрать Перфекта. Тут красный. Пошла инфа. Ниппл на размене. Ну и Шалфей в соло против двоих. Далеко-далеко. Шансов, конечно, очень мало. Бомба стоит. Шалфей пока добежит. Потеряет секунд 20. Но все-таки зацепились. Все-таки Нави и за последний раунд зацепились, и за вот эти стартовые размены. Наконец-то Нави разменялись в плюс для себя. Ну и потом уже вот так вот спокойно с холодной головой вышли на Б. Еще раз разменялись. Красного Перфекта на фулового Джерри. Ну и, соответственно, Шалфей, коктейль Молотова, Зевс, Дефьюз Киты. Все это есть. Но позиция контролируется. И Симпл попадает точно в голову. Счет первой половины 9-6. Есть преимущества за командой Форс. Но по традиции самое интересное нас ожидает после смены сторон. Напоминаем, что данную карту выбирали именно Нави. Смотрим повторы. В принципе, неплохо отыгрывали обе команды. Нави как до своего пика набрали необходимый минимум. И тут даже при таком счете, если проблемы будут в начале игры, в пистолетном раунде, в принципе, есть все шансы на победу. Посмотрим, насколько Нави будет хороши в защите. Сейчас традиционно 2-3 минуты паузы. У вас есть время поклассать по баннерам в описании. Особенно обратите внимание на баннер Данна Телла. Переходите и помогайте финансово вооруженным силам Украины побыстрее выгнать агрессора с нашей земли. Так что вы кликайте, а мы с Сеней вернемся через 2 минуты. Продолжение следует... 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 в любом случае играть где-то на поджиме что-то пушить simple тем временем падает от зорто электроник вместе с битом на размене зорто минус тем временем уже два игрока ведь справляет в это тебя спачок спалился сейчас не пол тем временем джерри вышел на точку а и о нем могут лишь догадываться ребята из нами но в целом у джерри здесь преимущество общий раунд конечно такой беги стреляй получается для команды force нужно кому-то вернуться за бомбой но не продолжает двигаться упорно вперед начекает ли здесь джерри бита непонятно бит краем глаза все-таки может заметить справа от себя соперника ждут скорее все-таки раунд через центр сейчас нави но джерри просто спиной выходит вот вам и козырь в рукаве команды force который не сыграл а в 4 шансы все равно остаются у ребят из force бомба на руках игроки нави довольно далеко соответственно ну на ошибках ребята из force могут их подловить результ развернулся назад на первого есть понимание по второму перестал пели перфекта тоже падает но все-таки шалфей не так удачно сыграл на своей позиции и теперь вас так все игрока нави должны ли только за контроль еще один минус очень опасный конечно товарищ у ребят из force и в пистолетке отличился сейчас мог затащить но не хватило еще одного выстрела и минуса 9 9 временная ничья оба стояла у команды force наверное будет бай ну тут конечно нужно или на дистанцию поработать 2к какой-то фастбест делает ну или закупаться уже пытаться ломать экономику нави такие вот два варианта ну и стоит подметить снова закончились патроны как пистолетном раунде у резальта на последнюю дуэль у него буквально одна пуля была в магазине классный аим классная реакция но этого недостаточно все-таки нави действует командно на размен и как бы там не делал хайлайт и резальт раунды все-таки force пока что проигрывают этот заставляет их делать свой первый тайм-аут уже мы видим галил джерри закуп в ноль решили делать force и опять-таки это нас наталкивает на первую сторону где в похожей ситуации были нави и тогда экономическую войну force выиграли сейчас они оказались довольно плачевной ситуации даже не все в итоге закупились какой-то вот такой полу бай force это такое но если честно непонятно действительно не боишься сделали ford потому что двоих нет трое оставили как бы ну может быть с расчетом на сайф в этом раунде еще как вариант а перфекта вместе с тиммейтами готов принимать базу б здесь смоки перфекта догадывается что эти смоки монеты при этом ушел фея удается сделать два минуса он соло нет это не соло еще один присутствует крат ставит хэд по неплу бомба устанавливается на колония нави вдалеке бомбу крат по ошибке не установил то ли фейковал то ли что но в итоге проверяет сейчас спину и наверное будет оббегать через т спаун своему тиммейту который выходит пока в направлении базы а нави соответственно на б сейчас все проверят и один игрок уже наверное займет кт спаун поэтому вот такая какая-то интересная ситуация наверное просто крат побоялся поставить бомбу потому что тиммейт слишком далеко и если крат бы умирал то раунд бы уже никак не тащился и поэтому собственно отменил план побежал к своему тиммейту в направлении точки а тем временем зорты на кт электроник понимает что собственно кто-то из оппонентов может сейчас прожать ой-ой-ой-ой-ой в итоге а бомба не установилась зорты на кт 20 секунд до конца электроник пытался отойти не вышло 20 секунд откидываются флешки бит тащит этот раунд 10 9 вот вам и ситуация ну как-то очень хитро умно пытались играть force чуть не запускает там зорты мышку куда-то в зрительный зал ну мрави нами право в принципе они очень классные занимают позиции мы помним в одном из прошлых раундов бит сидел на кт и джерри его не прочекал вышел спиной когда плен был абсолютно пуст и сейчас та же самая ситуация казалось бы зорта на кт в пленте еще один игрок force но электроника никто не проверяет и вот вам закономерный результат нави выигрывают предыдущий раунд выходят на счет 10 9 и сейчас могут и 11 12 даже выиграть потому что у force снова нет денег или в 4 джерри реализовал коллаж забрал симпла выход на а плент здесь нави два человека бит щелкает первого остается на а дефолт нам ящики потушил свой коктейль и пытается поменять позицию него все вышло а вот электроник очень классно сейчас грамотно прокрался из крама сделал первый килл упал правда джерри однако все равно 3 2 неожиданным стал товарищем для перфекта по итогу 2 2 но ненадолго не был и бит молодое звено команды нави выигрывает этот раунд счет 11 9 и снова по идее у force пистолеты первой арморы нужно бомба нужно вот за что-то зацепиться force потому что последние раунды очень четко прослеживается вот эта тенденция какого-то распика fpl забегания спина в спине попытка где-то удивить где-то напрячь где-то перестрелять переиграть перебегать команду нави за сторону атаки от force но раз за разом это пресекается близки force несомненно есть фраги есть какие-то размены но вот пока в этой игре сильнее все джерри пытался выйти на рампу не сразу летит в итоге не делает он килл оставлять чешно красным перфекта но тот в игре а джерри в итоге ничего сделать не сумел крат последний вышел на точку а но бомбы у него нет попробует зайти в спину однако конечно ребята из нами будут его ожидать в общем 12 9 доминация команды нави усиливается правда если честно ну чуть-чуть не хватает ребятам из force это явно видно по экономической составляющей то есть если ну по сути нави то взяли сейчас возьмут сейчас шестой раунд но при этом в плане экономики у них не все так гладко поэтому все таки если форзы начнут ставить точки в определенных раундах то уже у нави не будет денег и force возможно начнут камбэчить в рамках карты ancient но пока не получается пока вот где-то в шаге в полушаге force от взятия своего раунда за атаку сейчас снова как мы видим фаст не сработал перфекта очень коварно за еще прицел вниз опустил удивил крада в этом моменте 12 9 статистика ну и здесь нужно все таки использовать тайм-аут выдохнуть успокоиться фарзам потому что вот этот плюс в кс вот этот спартаке ада выбегаем стреляемся она уже не работает вот этот раунд был показательным их просто развалили на рампе за 10 секунд в паузор ты калашников ушел фея все остальные затаривают дальше девайсы ну и вот он тот самый таймаут который призван изменить игру призван помочь сейчас ребятам из force брать раунды но посмотрим что из этого получится потому что пока что все довольно неплохо для нави ну хотя я и говорил что а кое-какие скажем так ситуации были да и взяв эти ситуации форс могли бы поменять игру взорты на вп 4 ака авик от симпла команда расходится по своим позициям два бегут на поле небе плэнта мидл при этом накидывает много гранат но выйти на центр ребята из форс получили смог коктейль джерри забирает ниппла но при этом сгорает от своего огня ну такой не самый удачный размен для джерри в итоге еще резалта забрали потому что нави играют агрессивно на центре карты и force наверное все таки стоило как-то направить своего новичка сказать что в центре уже все там все проиграна тиммейт умер возможно аркада центра возможно аркада рампы возможно на кейве тоже играют нави агрессивно и по всем этим трем позициям ответа не было у форс они по факту оказались просто на респауне сейчас минута времени ситуация 3 на 4 и раунд перезагружается раунд начинается вот с чистого листа для форс но это уже 3 в 4 зорта щелкает элика ситуация 3 в 3 атака на центре аккуратненько на степе ребята идут направлении базы б рад проверяет уголки бить тем временем остается у нас возле пристройки и скорее всего зайдет сейчас спину минимум зортом тот его явно здесь не ждет бомба хоть и стоит но шалфей вне простой ситуации откидывает под себя смачок занимает это спаун вот здесь нави просто вдвоем нужно сыграть навряд ли шалфей сможет прям два хэдшота сделать очень там бомба смотри как стоит неудачно еще для этой позиции если честно он странно вообще тоже щелкает нави на степе шли хотя конечно надо было как-то первому пропрыгивать второму играть на размен но конечно с такой медленной игрой с таким медленным выходом шалфей справляется отличный клатч 1-2 это кстати то о чем я говорил ранее то есть очередная такая непростая ситуация и в итоге игрок форс ее берет вот этот раунд может стать поворотным команда нави будет инвестировать свою экономику в следующий эпизод и тут уже или выход на 12-12 для форс или все таки нави продолжить доминацию во второй половине кроме снайперской винтовки здесь особо предложить рожденным побеждайте нечего в плане девайсов но в плане стратегии возможно мы увидим какой-то креатив еще один тайм аут у нас прямо сейчас клатч раунд это хорошо но оставался всего лишь шалфей в живых так что форс вынуждены также абсолютно всю свою экономику инвестировать в этот закуп галилы резольты джерри 3 ака у всех остальных у нави проблемы симпл 1 с а в п п больше собственно у кого ничего нет бит который дал этот авик играет с первым армором и деглом но нам бы на симпл посмотреть потому что именно от него зависит во многом судьба раунда для команды нави но симпл играет сейчас по да там у нас никого нет 3 на центре 1 по 2 1 по да но опять же мид занят и в этом смысле все довольно неплохо для команды форс интересно куда дальше пойдут какую позицию будут сплитовать симпл как раз таки сумел сделать килл пал на бублике джерри форс испугались снайпера команды нави и уходят в направлении базы нави читают ниплу удается реализовать фай сайван хотя он ожидал своего оппонента в этой области симплу откинули смачок начинается выход электроник кстати какой-то может быть даже ван вей для себя нашел пытается простреливать сейчас игрока который ставит бомбу но и здесь не везет резольт забирает электроника бомба стоит нави должны попытаться дать симплу засейвить авп так они и делают но общий счет 12 11 но здесь нави конечно получили инфу от не план но не хватило где-то еще одно фрага чтобы или сам не пол кого-то убил или там электроник по коленкам расстрелял зорте он немножечко не хватило и команда форс выигрывает раунд не сказать что он был прям супер ключевой потому что нави сэйвет авп и вот в следующем раунде у них будет фулл закуп так что борьба максимально напряженно и интересное нас ожидает в дальнейшем и возможно даже еще и на третью карту все это переедет если форс смогут показать классный уровень атаки затариваются затариваются судя по всему обе команды хотя у нави в плане денег все не так-то и гладко было но хватает горилл фама с двемки и авп с прошлого раунда в общем тут уже нави желательно взять два подряд именно эти два раунда могут поставить точку в игре форзы в свою очередь естественно пытаться тащить дальше посмотрим что из этого получится пробовали выйти на центр не получилось собственно несколько коктейлей смог ну и придется наверное развестись по карте и вернуться на центр секунд через 15-20 когда дымовая завеса закончится но вот это стояние на респе весьма специфичное от команды форс три человека на низком старте с надеждой выйти на миддл электроник успевает дай свою раскидочку дым плюс ближняя граната позиционно играет довольно надежно но у форс явно акцент сделан именно на медле снайпер на позиции симпл оформляет entry и что делать дальше форза мне ясно бит с галилом готов принимать миддл видят первого второй долг на размене в итоге у джерри получается сделать минус но он остается красным а вот шалфей делает ключевой килл возможно в этом раунде потому что он скрывает базу а ну и теперь можно ставить бомбу у симпла не самая комфортная позиция для игры с авиком и временем разворот на миддл джерри упал нави в большинстве но при этом зорта сейчас может отстреливать кт спаун очень удобная позиция для подобных перестрелок перфекта в итоге толком ничего сделать не смог зорта поменял позицию играет на ящике напомню у нави симпл находится на бублике сейчас выйдет зорта промахнулся пошла инфа гиппл симпл против шалфей зорта зорта еще один промах бомба стоит диффузы есть в итоге до конца пытается игрок разминировать плент но это было как-то очень странно если честно потому что по сути его естественно расконтролили и симпл в конце 1 2 я думал до последнего уже на патроны будут байтить зорты потому что вот финальной дуэли у зорты оставалась одна пуля которую все-таки отправил точно в целе но до этого момента его байтил весьма весьма успешно не пол вот момент с повтором попадание по симплу ну и конечно диффьюзить без инфы по второму это был откровенный вабанг который не сыграл на руку команде нави и мы сейчас будем наблюдать как форс выйдут вперед с большой долей вероятности по взятым раундом у нави просто пистолет и без арбора неплохо перфекта попадает голову этого явно мало нави в меньшинстве падает электроник ситуация 2 в 4 симпл бит 13 12 тут уже команда форс выходит вперед и денег у них с каждым раундом все больше и больше ну и все те же два подряд нужно будет тащить нави но тут уже чтобы выиграть карту и потому что без двух раундов если вот так все будут периодически отдавать раунды ребятам из форсона ждут или допы или все-таки победа последних на этой карте и тогда будем наблюдать третью решающую напомню что там все сводится карте де инферно а именно нави оставили карту инферно в качестве решающей по идее там им должно быть комфортно но мы видим насколько заряжены сегодня форзы проиграли свой выбор но вот по второй карте все-таки нащупали нить игры 13 12 атака все-таки включилась немного на старте отдали но сейчас мы видим уже в трех раундах от победы находится команда форс и это заставляет блэйда использовать уже третий тайм-аут для нави важнейшая ситуация важнейший раунд для рожденных побеждать и блэйд это прекрасно понимает без этого раунда выиграть карту будет очень трудно а вообще как я говорил два к ряду нужно пытаться тащить в общем блэйд дал расклад электроник сейчас попытается адаптировать рассказ блэйда и посмотрим сумеет ли нави затащить а вик по идее должен быть симплом 17 19 статистика снайпером 18 17 перфекта идет все остальные игроки нави плюс-минус с одинаковой статой команды форс однозначным лидером является шалфей который идет со статистикой 31 на 13 очень жестко очень жестко настрелял именно он мы помним еще и клач раунды выигрывал для своей команды ну и сейчас после таймаута от нави решили форс удивить соперника у них вообще раунд по одной стеночки 5 мейн выход на базу а плэн практически беззащитен бит попытается сделать фраги но флешка все-таки ослепила валерия entry kill находит для себя форзы ну и здесь уже одной ногой на сейве на самом деле нави элик тайминговый прострел практически добирает джерри но оставляет капитану команды форс 12 хп будут ли на вере тейка 4 в 5 узнаем прямо сейчас на самом деле можно отойти по-моему хотят брать потому что у них есть два игрока в храме и судя по всему под какую-то флешку электроник возможно будет залетать нет передумали все таки поняли что если сейчас не за сейве что в следующем пистолет и выход на 15 очень простой для команды форс общий счет 14 12 электроник еще пытался ну непонятно зачем перестрелять игрока на дальней дистанции потому что деньги того форс есть и намного важнее элику было засейвить но это будет потому что три игрока засейвила это значит что они с двумя тиммейтами могут поделиться в общем все неплохо складывается для команды форс на вражеской карте именно карту эншент выбирали нави но пока что проигрывают 14 12 и все идет к их поражение напряженный напряженный дебютный матч в рамках esl pro лиги для нави несмотря на то что подошли они в качестве фаворита к этому поединку и первую карту выиграли 16 11 на второй трудности возникают очень серьезные но его сейчас последний шанс еще зацепиться за свой выбор от нави докупились в ноль играют мы видим довольно пассивно отдают центр карты оставляя на базе одного бита обороняться ну и форс конечно будут этим пользоваться играют через центр карты главное конечно там слишком нагло не действовать и не потерять допустим крада мпл проверяет сейчас пристройку но как-то там вместе судя по всему попробует сыграть игроки атаки до кинули коктейль молотова в итоге помогает друг другу пройти эту позицию как же рисковал в итоге потерял пол хп ой-ой-ой перфекта нам не показали влился на рампу сделал два минуса забирает его все таки джерри как-то стоило отойти не смог видимо илья при этом у нави все равно большинство электроник разобрал крада джерри шалфей вдвоем против четверых 45 секунд до конца бомба на руках атаки шалфей попробует выйти через рампу симпл из-под колонны это рампу смотрят ой а вот тут не повезло симпл услышал шалфей все-таки успел навестись ну и джерри соло 4 попали попали уже по джерри 19 п остается у последнего выжившего игрока команды форс электроник дорабатывает и так легко вторая карта не закончится очень классный получился муф с одной стороны залетает дни пол в этот коктейль молотова может кого-то там найти наводит шороху по нему пошла инфа что он пушил и параллельно вот так вот потихонечку перфекта заркадил рампу пока там не был делал движуху перфекта оказался в нужной для себя позиции и сделал два фрага а в п узор ты ребята готовы стоять сейчас на центре и готовятся выйти летает смог полетели флешки электронник под коктейль молотова забирает буду счастливым разобрал резольта пытается дальше настреливать смог помогает нпл и как же четко все сложилось в этой игровой ситуации для нави дорогие зрители 2 в 5 и тут уже проблемы от команды форс но благо для них деньги не заканчиваются и в этом раунде могут еще пытаться 2 в 5 что-то сделать но и в следующем она ждет все равно полноценный но тут очень важно на дистанцию правильно рассчитать экономику форзам чтобы если нави еще и 15 выиграют на последний раунд этой карты в основном периоде времени сохранилась экономика сейчас же тут отчаянные попытки конечно 2 в 5 будут можно там искать какой-то контакт против симпла можно пытаться распикать плэнд но все мы понимаем шансы очень небольшие у команды форс важнейший как по мне именно второй фраг сделал электронник будучи в блайнде каким-то образом еще и навелся на второго там уже подошел тиммейт там уже все было нормально так что нави все-таки еще в строю нави еще в игре алфей зорта решили в итоге до конца стоять в районе т спауна ближе к б на нави решили их не пушить наверное оно и верно джерри попросит дроп и соответственно вот если следующий нави возьмут всех отстрелят не дадут бомбу то вроде как 15 нави тогда смогут забрать потому что будут играть против пистолетов с арморами но это слишком далеко забегая вперед любом случае сейчас нас ждет полноценный бай раунд от двух команд общий счет 14 14 пока что повтор тех самых фрагов от электроника очень-очень круто все это выглядело и флешка и тиммейты там нам пытались пытались нахрапом взять форс но не получилось даже последний таймаут решили использовать форзы осознавая что буквально две-три минуты и можно уехать в сетку второго шанса со счетом 0 2 проиграв дебютный матч но что касается нави диффьюз киты арморы там уже все хорошо 7350 долларов убита на последний 30 раунд случае чего экономика будет так джерри что нашел фея так смотрел надеется что надеется давно ты не убивал шалфей 31 на 14 статистика молодого игрока форс форзы идут под центр снова стоят мешает им коктейли молотова два игрока при этом возле мэйна и резорт кстати где-то уже просел он бегает под базой б с словил прострел получил халдят халдят форзы ждут пока развеется смог оставили одного на мэйне бомба побежал через т-спаун скорее всего зорца просто накинет какую-то гранату на мидл и очень тайминговый четкий смог положили на самом-то деле сейчас игрокам на центр только развеялся один смог только полетели гранаты сразу же смог лицо но в итоге крад рискнул вышел в этот смог хотя это могло бы чревато минута 0 5 до конца три игрока на центре один под б ну вот пока мы не знаем какую же точку будут зажимать сейчас ребята из force все-таки наверно а идут через бублик тут погиб электроник simple готовится себя потушить уже откинул смог забирает крада пить и временем из храма пытается представлять мэйн убивает шалфея три игрока на два игрока на пленте один при этом на центре бомба ставится за ящиком ну и смотрим удастся ли нави сделать выбивание большинстве первого забирает второго его просто не ожидали уже нави в меньшинстве бит и simple на пленте simple щелкает зорта ситуация два в два при этом есть понимание убита где же находится джерри в этот момент резольт уже находится на публике вы у simple вроде как и попал прострелил джерри 5 хп остается но счет 15 14 форс в шаге от победы очень напряженный был раунд не повезло перфекта потому что на моменте когда резал сделал первый минус перфекта еще и в блайнде был при всем желании развернуться на 180 убить было практически невозможно люркер сейчас выручает команду force ну и плюс конечно последних дуэлях тут не залетела не засчитал у того же симпла смотрим последний тридцатый раунд основного периода времени зорта практически умирает оставлять 42 кстати не нормально еще нормально пробежался по коктейлям но 42 хп для снайпера это еще играбельно тем временем у нас находится на центр играет под смачок видит мид электроник с ним справился ситуация 5-4 нави большинстве ненадолго правда были хотя бит теперь снова это преимущество добыл шалфей накидывает флешку под нее играет резольт проверяет храм летят коктейли молотова симпл потушит себя или нет пока не ясно в итоге подсадка симпл упал очень круто сыграл шалфей вид на публике шалфей минус электроник минус бит и по-моему кто-то приплыл перфекта последний против троих бомба устанавливается илья выходит разваливает резольта но еще два игрока у команды for живы один слева другой справа перфекта накинул смог флешку не выбросил кстати смог не точный еще один смог теперь прямо на бомбу ждет спину но там никого проверяет в итоге знает что один храма наверно main и в итоге зорты ставит точку поздравляем команду force это победа на карте которую выбирали в свою очередь нави счет 16 14 а это значит один-один по картам и третье решающая дейн фирма совсем скоро ой-ой-ой набирает интригу best of three матчем нави против force третью карту оставляли для себя именно нави они убрали вертика чтобы играть инферно ну а вот на своем выборе не хватило сил нави даже да и и и и и